добрый вечер дорогие друзья спасибо всем кто до нас сегодня дошел нас в этом месяце получилось необычно это второй лектории это так всегда не будет это просто вот заполняем лакуны но заполняем с удовольствием потому что тема которую мы сегодня хотим обсудить она звучит ужасно нудно динамика общественных перемен но на самом деле я надеюсь у нас будет интересный разговор потому что динамика очевидно она и сейчас видна невооруженным глазом да и вообще если взглянуть в некоторой исторической ретроспективе то на памяти здесь сидящих наверное трудно вспомнить период когда динамики этой не было бы мы как вы знаете ну те кто ходит нам регулярно мы в этом году особенно много вспоминаем события 30-летней давности вот это вот фундаментальное изменение в европе и во всем мире связаны с концом холодной войны изменение многогранное и определившая надолго вперед нашу жизнь собственно мы живем до сих пор в той эпохи когда началась тогда хотя ну скажем так ушли мы очень далеко от того что тогда представлялось будущем поэтому сегодня мы тоже начнем вот с этого взгляда немножко в прошлое но далеко углубляться не будем потому что то что мы наблюдаем сейчас и в нашей стране и по всему глобусу в общем ну в каком-то смысле не менее фундаментально чем то что было 30 лет назад просто вот эти перемены они сейчас ну не знаю более размазаны что ли уж тогда какой-то был резкий слом такой вот как выброс а сейчас она копилась копилась и начинает фонтанировать но не одномоментно на протяжении какого-то периода наверное в этом фонтане мы еще и поживем на количество лет у нас сегодня два замечательных гостей очень благодарен что они нашли время в это нелегкая эту нелегкую эпоху ольга санна симонова извозь школы экономики социолог санна долго сомневалась приходить ли ссылаясь на то что она фундаментальный ученый который занимает социологии не практической такой общей но я как раз уговорил потому что как мне кажется сейчас вот чего нам сильно не хватает так это такой рамки который можно погрузить все то что происходит и дмитрий валевич ефременко он у нас уже бывал в лектории правда довольно давно институт института не он наш старый товарищ и постоянный автор журналов мы тогда с вас и начнем потому что так уж завелось в этом году что мы почти на всех лекториях вспоминаем а что мы помним вот восемьдесят девятом годе я уже свои впечатления здесь неоднократно излагал то что для молодых людей какого мне тогда был это был невероятный вот выплеск надежды и как сейчас говорят раньше раньше будущее было лучше вот у вас было будущее лучше тогда чем сейчас слышно пожалуй да я я думаю что мы очень близки вот в том что касается эмоционального восприятия но наверно там что мы и люди одного поколения с другой стороны ну вообще это перед когда деревья были большими вот будущее светло и прекрасно по крайней мере кажется что есть некий осмысленный образ будущего и надо что-то такое сделать чтобы продвинуться к его осуществлению но на самом деле я хотел бы ну вот давайте подумаем мы пытаемся сравнить сопоставить или это пытаемся протянуть нить от событий 1989 года к событиям 2019 года не всяких сомнений 1989 год это великий год в истории человечества может быть если из годов окачивающихся окачивающихся на 89 это номер два после 1789 года и есть в общем-то историко-философские концептализации так сказать позволяющие опять-таки протянуть нить от великой французской революции к освобождению восточной европы к перестройке в советском союзе к некой неудачной но драматической попытки демократизации которая была в том же году предпринято в китае и окончилась трагическими событиями на площади тянь-мэнь это и между прочим события в латинской америке восемьдесят девятом году по крайней мере переход демократическому управлению двух важных стран чили и бразилия а в самом конце восемьдесят девятого года ну скажем так недобровольная демократизация панамы американскими войсками которые взяли прием в плен мануэля на ригу вот тот круг событий но мне кажется что нам действительно надо определить и некую саботивную канву когда мы этом говорим этого не об этом говорим этого недостаточно я думаю что нам вот сегодняшнего разговора имеет смысл остановиться на основных интерпретациях событий 1989 года и попытаться оценить уровень их адекватности и точности с позиции сегодняшнего дня я думаю нам имеет смысл попытаться понять и то выступает ли год 2019 антитезой в отношении 1989 года или мы все-таки можем говорить об аналогиях и преемственности ну я не знаю может быть если получится мы поговорим об этом я многом другом о чем федор александр считаю необходимым с нами обсудить но может быть в конце мы выйдем на тему скажем так драйверов исторических изменений я хотел бы попытаться говорить попытаться начать говорить о каких-то концептуальных рамках описывающих события 89 года но мне кажется что было правильно чтобы прежде я бы дал возможности высказаться и ольга александр да сейчас мы перейдем концептуальным рамкам но действительно вы правильно передали или сами потому что я хочу спросить вот александр занимается сейчас социологии эмоций эмоции меняются от одного витка социальных процессов другим другому или эмоции вообще говоря одинаковые всегда просто их реализация как-то менять я думаю что с точки зрения социологии сейчас эмоции как вот природные силы что ли естественные силы организма данной нам эволюции да нельзя рассматривать конечно они меняются и вот вообще самое главное то чем я занимаюсь раз доказать что эмоции исторически изменчивы и то что вы чувствовали восемьдесят девятом конечно совсем не то что сейчас и и в силу не самих там сказать эмоции что они как-то изменились а в силу именно социально структурных условий то что другие совершенно настроения появляются и тогда это видно даже вот если все любят очень цифры смотреть и вот если посмотреть исследование левада центра начала двухтысячных и посмотреть сейчас но они делают такие тоже интересуются очень чувствами общественными настроениями то сразу видно что сейчас что-то изменилось и если например в начале двухтысячных там фиксировались прежде всего страхи от того что как дальше жить что делать денег не хватает но такие были страхи они фиксировались тревогой так далее то сейчас как бы совершенно другие самое интересное фиксируются ведущие такие настроения их оказывается можно зафиксировать измерить но именно настроение то что человек будет делать а именно то что он думает да то есть готовность возможно каким-то действием и сейчас они сменились на больше ну вот как бы чувствуется склоняются в сторону но если так можно вообще сказать сторону недовольства то есть уже более осознанного такого чувства социальной несправедливости и я хотела бы сказать вот самое главное вот у меня ощущение от сегодняшнего именно дня не могу вот точно преемственность но сейчас именно люди недовольны именно потому что все-таки по сравнению с предыдущими годами благополучие такое ну вот чисто бытовое да по сравнению даже вот советскими оно все равно возросло и мы должны признать что людям стало жить удобнее и на самом деле недовольство рождается именно потому что люди боятся это именно потерять то есть возникает не просто страх это потерять но еще и надежда на то что можно это сохранить что ли да вот такая то есть именно от благополучия то есть именно то что люди себя почувствовали увереннее вот у меня такие ощущения от этого времени не действительно фиксируется то есть вот последний замер ну вот дал если вы посмотрите исследование левада центра то что именно люди готовы готовы выразить недовольство но это не значит что они выйдут на улице но вот именно вот такая вот уверенность именно благополучие породило то что более осознанно люди подходят до к своей своей ситуации уже не хотят потерять то что хотя бы достигнута сейчас буквально на днях в киеве проходила большая конференция ежегодная конференция обычная там все традиционные политические мантры но в этом году этот пинчу проводит бывший ялтинский форум который теперь по понятным причинам проходит киеве но в этом году они решили оригинальничать и сделали главной темой счастье тема большой геополитической конференции это счастье и вот правило проводили большие большую исследование любопытное там по разным параметрам и вот к тому что вы говорите опрос ну как бы общего оптимизма и там совершенно очевидно чем богаче и страна тем меньше оптимизма смотрит будущее на последней строчке германии франции а украина россия намного выше там еще кстати говоря не охвачены всякие страны третьего мира хоть а вот там кстати оптимизма тоже гораздо больше я хотел вдогонку вас спросить я понимаю что это не научное сравнение но все-таки если сравнивать вот эти эмоции недовольство от условно говоря богатства и от бедности какая из них силь более сильный драйвер возможных перемен вот это вопрос нет но я просто хотела в догонку к вашему счастью вы знаете счастье это вот на самом деле революции происходят не только вообще в социальной политической жизни но и в чувствах потому что несомненно что сегодня современное общество это эпоха индивидуализма поэтому конечно запрос на личное счастье и благополучие он очень актуален каждый индивидуально хочет быть часть счастлив поэтому и общее выливается вот такая вот ну скажем такая человеческая такая обыденная психология что я должен быть я имею право быть счастливым вы знаете просто я думаю что все таки недовольство именно от благополучия более скажем может ну если грубо так говорить может быть триггером активных коллективных действий они вообще это большое скажем так коллективное действие просто так не случается это стечение многих обстоятельств но понимаете если человек будет недоволен от бедности у меня такое подозрение но если давайте вспомним там и протесты в париже и другие значит показательные вещи там будет приблизительно то что вот мы видели это вандализм это вот знаете это что-то типа похоже на такую бессильную ярость когда собственный человек вот уже совсем доведен и он понимает что не может изменить или вот культуры нет а как это делать да кстати для нас это тоже очень актуально как то что предпринять и поэтому я думаю что сейчас вот особенно последние протесты летние мне кажется это вот свидетельство именно такой ну довольно рефлексивной позиции мы хотим защитить хотя бы то что имеем я думаю что все таки это более ну скажем в качестве триггера больше подходит то что я говорю от бедности будем бить соседей и спускать им колеса на дорогих машинах но вот если не углубляться в динамику эмоциональную я могу и потом если возникнет необходимость рассказать как ну как и следует час эти вещи но вот ответила я на ваш вопрос очень любопытно я вспоминаю когда довольно давно я заинтересовался 68 годом как все это было и один мой хороший американский знакомый сейчас очень такой высокопоставленный человек с хорошей карьерой он как раз был студентом 68 году я вот забыл получите не в беркли даже и я вас спросил как оно было и он сказал интересно а он в отличие от многих своих так сказать вот курсников и прочих он что называется из простых то есть он нет это аистократия которые из поколения в поколение он как бы и он сказал ты знаешь я не очень помню мне некогда было я учиться надо я вот как бы учился и вот да я помню там что-то такое но им то хорошо они все из таких семей что все равно потом а я и это вот интересно иными словами зажрались отчасти да вы смотрите недовольство от благополучия действительно может стать драйвером массовых коллективных действий направленных на что на изменение и на предотвращение изменений ну вот возьмем гонконг действительно массовые протесты то есть выходных в определенные периоды выходили там более миллиона человек существенно более миллиона человек на улице гонконг по сути дела это направлено на на предотвращение изменений вектор которых очевидно то становление все большей степени политического контроля кирпе континентального китая китайской народной республики пекина над процессами в гонконге в сущности это борьба за то чтобы некоторым смыслом сохранить статус-кво то есть та 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 модель которая действует сегодня одна страна две системы и гонконг это полной мере капиталистическая система хотя ну то тот старый который существует на территории остального стальной китайской народной республики его тоже полным смысле социализмом не назовешь но это отдельная тема для дискуссии тем не менее здесь мы имеем явно очень серьезные организованные осознанные массовые действия но направленные на то чтобы предотвратить некие изменения которые кажутся весьма вероятными весьма вероятными не может быть не в краткосрочной перспективе но по крайней мере в перспективе вот того периода когда истекает соглашение достигнуты свое время между китайской народной республикой великобритании о статусе гонконга и функционирование политических и общественных институтов так что недовольство может вызывать жизни действия разной направленности можно ли это назвать ну вернее гонконг все довольно специфический за случай а вот расскажем не сейчас а когда предыдущая волна вот во франции в германии было 6 назад наверно когда были вот тоже молодежные какие-то протесты и тогда многие писали что это очень любопытная модель когда революция не за изменения за сохранение то есть молодежь осознала начала осознавать что они будут жить хуже чем их родители чего в европе скажем не было полвека и вдруг выяснилось что это вот грядет и и вот эти требования были оставьте верните нам то что у нас есть или там сохранить и вы правы тот социальный контракт который сложился послевоенных странах западной европы ну прежде всего германия с ее социальным арт-вершевт социальным рыночным хозяйством во франции странах ходивших европейский союз до его расширения в 2004 году по крайней мере вот эта часть но сейчас становится уже достаточно ясным понятному что поддерживать этот социальный контракт становится все сложнее это все более затратно и в конечном счете так или иначе но происходит начинает происходить его и ревизия в тех или иных аспектах касается ли это пенсионного обеспечения пенсионного возраста или рынка труда вытеснение скажем так коренных жителей то того или иного государства следующие одной за другой волнами мигрантов все это свидетельствует о кризисе модели и естественно порождает какие-либо достаточно резкие реакции но они могут быть разнонаправленным потому что вектор достаточно неопределен я бы здесь если говорить о концептуальных вещах сослался бы на того же зигмунта баумана недавно ушедшего из жизни который определял в отличие от таких популярных свое время мыслитель как допустим францис фукуяма бауман определял эпоху начавшуюся восемьдесят девятом году и продолжающийся по сей день как эпоху перехода эпоху между властью между царствия интерэгном когда прежние механизмы политического контроля контроля над реализации экономических интересов и так далее если не перестает работать полностью становится все менее функциональными а новые механизмы до сих пор не найдены этой ситуации неопределенности в которой мы прибываем так глобальном плане прибываем по сей день то есть контуры новые модели только начинает формироваться но в деталях мы еще не знаем что складывается и что в конечном счете придет на смену тому порядку который начал разрушаться в 1989 году а вот если развивать эту тему люди чувствуют не вот это вот не неуверенности не ясность будущего не в плане их личного бытия вот такого понятного а вот то о чем говорит дмитрий валяйович то есть некая глобальная неясность куда все идет вот на низовом уровне люди это ощущают или или ну может быть не понимают но вот может они тащают как-то именно эмоционально как раз вот наверное только эмоционально ощущать потому что конечно всю ту информацию которая идет сейчас мы живем в эпоху понятно глобальных сетей глобальной сети интернет мы не можем осмыслить мы можем только почувствовать конечно идет конечно есть вот это неопределенности очень сильно чувствует потом есть вот эти вот замечательные нарративы конца света конечно потому что техногенные катастрофы происходят там леса горят и вообще вот конечно есть ощущение вот этого конца коллапса и так далее потому что и например если в большом городе в москве мы возьмем то есть ощущение что очень много людей приезжает что у всех ощущение что москва всех вместить не может что она провалится что сейчас здание начнут рушиться вот такие вот есть конечно настроение но это вообще как бы вот нормально для таких переходных эпох вообще это нормально чувствовать неопределенность эту и я бы сказала что все в общем конечно все население скажем россияна очень неоднородно но они все по-разному вот это переживают именно кто-то наоборот консервативно очень реагируют на это это кстати тоже совершенно нормальная реакция если что-то изменяется легче вернуться к старому вот и например то что происходит например в гендерной сфере да все вот эти перемены они уже наступают вот они уже подступают люди какие то какая-то неопределенность появляется какие будут отношения между полами да вот и так далее как переопределиться и вот начинается истерика по поводу того что как хорошо было раньше как замечательно какой был рай когда все знали свое место и все были только женщинами только мужчинами а сейчас что происходит да ну и приблизительно и в других сферах то та же самая консервативная реакция она с одной стороны нормальной мы увидим консервативный поворот во всех странах кстати мира мы его на блядь это самая простая реакция с которой люди могут вот чувствовать эту неопределенность как они еще могут но если начинает задумываться то конечно наверное другие возникают моменты может быть это как раз и приводит к лучшему осознанию своей собственной позиции то есть и поиску соответственно ответственных за это положение а кто да будет для нашей страны мне кажется тоже очень характерно потому что мы все ждем что кто-то нам обязан все равно такой господствующий настрой они там воры вот они виноваты в том что то вот это очень это замечательное тоже такое оправдание того что вот все равно же они вот ну и и осознание может быть вот тогда появляются как раз вот эти реакции обиды гнева ну или там злобы я не знаю какой то и вот мы начинаем рассматривать как же кто сколько получает почему это так происходит ну и так далее это начинается ну я бы сказал что начинается конечно с личного все равно но мы начинаем смотреть вокруг потому что это беспокойство за будущего она как раз и толкает людей в коллективы что называется в коллективные обсуждения и неважно где в живом коллективе или в сети но то что у нас люди в таком количестве вышли на протест означает что они эти активно вовлеклись участие в каких-то коллективах я не могу сейчас сказать точно каких но обязательно вот это вот заражение осмысление настроения начинается в каких-то коллективных ну я не знаю там собраниях я не знаю как как это происходит ну конечно например интеллектуалы обсуждают там вот как мы сейчас где-то другие люди обсуждают с родственниками другие значит обсуждают в сети и вот так постепенно где-то вырождается порождается вернее вот это вот критическая позиция которая конечно тоже не определена но уже как бы есть что мы можем чего-то потребовать ощущение еще помимо неопределенности конечно вот если нашу страну брать то может быть человек вообще аполитичен сейчас много таких людей я не хочу это все я вот работаю мне достаточно но на самом деле даже такой человек все время чувствует ограничение в правах а она действительно есть она действительно есть повседневной жизни даже если вообще отрешиться от больших реалий вот например убрали вот эти маленькие магазинчики около метро но это правда мы как мы видим не совсем убрали но что-то там произошел какой-то передел ну человеку вот например неудобно и на самом деле ощущение у него возникает что меня собственно ограничить право мне было все время удобно здесь купить хлеб а сейчас уже мне неудобно почему я должен платить дороже и так далее ну вот и эти ощущения конечно вот они перерастают более что-то осознанно но иногда критически вот поставили в один ряд некое коллективное объединение так сказать офф и онлайн мне кажется это не совсем одно и то же потому что то что происходит в сети небольшой любитель этого всего и очень вялый пользователь но многие же сейчас говорят о том что это на самом деле не консолидация это наоборот очень атомизация тоже как вроде как все обсуждают одно но каждый сам по себе вообще непонятно это человек в предельном выражении человек или не человек поэтому вот прежние времена классических революций ну как мы во всяком случае думаем это было какое-то вот понятное мобилизационное действие и она была достаточно долговременно здесь уж мобилизовал то а сейчас как-то по-другому все это видим работает и вот эта система флешмобов когда эта мобилизация может происходить она какая-то вот такая мигающая и производит ли это вот что я хочу спросить производит ли это социальные изменения или это производит только социальные потрясения я хочу сказать что все в динамике нужно смотреть потому что мне кажется что когда вот в случае арабской например весны вот эти сети да фейсбук в частности прежде всего это было очень актуально потому что мы представьте себе действительно когда компьютеризация шла медленно и когда все наконец люди обнаружили эту сеть эту быструю передачу информации конечно мобилизация состоялась надо признать это и это невозможно это уже факт но со временем конечно вот эти значит социальные медиа немножко утратили они просто как бы стабилизировались уравновесили мне кажется у них есть как что называется функции в отношении мобилизации как и дисфункции тоже потому что с одной стороны быстрая передача информации то есть допустим если вот я последний раз пыталась вот на яме там тоже у нас был лекторий тоже планировать потом яму закрыли это вот там на чистых прудах и тут же в сетях все переместил сахарские цены идите туда мы пешком пошли туда да то есть это нормально это вот уже такой момент то есть люди все равно пошли то есть есть может быть не такое не потрясение да но все-таки социальные медиа в этом смысле работают а с другой стороны конечно у них есть действительно вот это индивидуализирующая сила как вы совершенно верно говорите когда человек пообщавшись и написав пару гневных постов успокаивается и думает что собственно долг его выполнен и все собственно как бы вот это вот недовольство она буферизовалась да и вроде как нейтрализовалась в том смысле что не не подвигло его на какие-то конкретные что ли действия но с другой стороны мы недооцениваем как бы вот эти длительные эффекты этих обсуждений в том же инстаграме или там я не знаю где угодно вы знаете если посмотреть какие-то вот группы да и там ожесточенные споры идут так рождаются представления и мне кажется здесь тоже они вносят вклад может быть косвенный но в мобилизацию тоже потому что если ты например активный участник какой-то группы и тебя твои значит вот собеседники или с теми за кого ты кому-то уже вы развиваешь эту аффективную приверженность вроде как я это член этого коллектива пусть и виртуального пусть и рыхлого такого до аморфного но все-таки если группа меня попросил все-таки ну как же я не приду то если она мобилизует или там солидаризируется с другими такими но я хочу сказать что и молодежи конечно настроение так сказать меняется они больше осознают больше вот глотают так сказать так называемой этой свободы полета мысли так сказать как это может быть может быть так может быть и тогда и может быть сейчас уже не такое прямое воздействие со стороны социальных медиа и уже к всех к фейкам главное привыкли потому что если запускается фейк сначала идет прям такая резкая реакция правда ли это потом значит потихонечку да вот такой откат начинается но я все-таки с одной стороны конечно роль снизилась но я бы не стала сбрасывать это со счетов потому что там тоже что-то происходит можно и бухтение интеллигенции это было аналогом того что сейчас в сети ну я может быть начну с того о чем говорил уже ольга александр но немножко иначе скажу если созрели условия для социально-политического протеста то интернет становится мощным средством массовой мобилизации давайте вспомним нашу предыдущую встречу здесь по моему 29 ноября 2013 года мы говорили об украине на следующий день после этого журналист мустафа наем написал фейсбуке друзья давайте вместе отстоим европейскую перспективу украины мирно и демократично соберемся на майдане незалежности и пошло-поехал призыв фейсбуке другое дело что если говорить так сказать об игре об игре в долгую если это ситуация не созревшего коллектива возмущения но такая более-менее рутинная социальная динамика то здесь вырабатываются все-таки другие несколько другие модели социального поведения вместо того чтобы зачастую вместо того чтобы прийти на избирательный участок и положить в урну бюллетень люди остаются дома но и там ставят пару лайков это немножко другая история да отчасти интернет вот в рамках такой рутинной динамики становится неким аналогом или субститутом вот этого кухонного бухтения интеллигенции да раньше в этом это делали в узкой аудитории теперь кажется что аудитория почти безгранична хотя фактически количество пользователей того или иного электронного сетевого ресурса ограничено но тем не менее это действительно несколько меняет характер массовых действий вот это бухтение на самом деле тогда она повлияла или это нам кажется бухтели 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 долго а потом просто но пришел новый начальник который просто по-новому взглянул а бухтеть продолжали тогда восемьдесят девятом году может быть чуть раньше дальше еще более массовые выступления но я говорю о москве прежде всего это девяностый год тогда были демонстрации чуть ли не по полмиллиона человек тогда люди до этого времени годами десятилетиями ограничивавшиеся тем что выражали свое недовольство вот в этих кухонных разговорах они впервые получили возможность и наслаждали этой возможностью выйти на улице и как-то иначе выразить и свое эмоциональное состояние может быть большей степени ну как им тогда казалось продуманное отношение к тому что происходит в стране и мире и своими действиями они всерьез рассчитывали изменить эту ситуацию в этом плане вот то накопление недовольства которое происходило подспудное выплеснувшись она привело к очень серьезным политическим и в дальнейшем геополитических последствий социология вообще может предсказывать вот эти вот пики думаю нет ну пока по крайней мере ну что я хочу сказать я совершенно тоже солидаризирую с дмитрием валерьевичем что на самом деле чтобы понять будет ли ему коллективные совместные действия таких разных людей нужно чтобы не только социально структурные условия сложились уже назрели но нужны какие-то ситуации триггеры что называется и если посмотреть динамику вообще коллективных выступлений там происходит какая-то ситуация что-то происходит вот там я не знаю там шарлот свили там убили опять чернокожего подростка и тут же люди высыпали да то есть ситуация то есть там и так зреет недовольство но вот какие-то а вот чтобы ситуация триггер произошла тут опять же тоже нужно какое-то стечение обстоятельств но я думаю что социология может предсказывать критическую массу вот этого сложившихся социально структурных условий ну например сопоставить там разрыв доходов да или там передвижениях каких-то миграциях и так далее можно в принципе но это будет только определение социально структурных условий и допустим можно понять какие самоощущения у людей то есть накоплено ли уже вот это вот недовольство если вот это ненависть там классовая да злоба зависть я не знаю все что угодно вот если конечно это уже бурлит но вот достаточно каких-то вот таких ситуационных условий чтобы люди вышли на эти совместные действия вот поэтому это эта ситуация кстати вот она в некоторых концепциях получает название морального шока то есть с одной стороны человек жил ну вот все очень плохо да и тут что-то происходит какое-то событие которое может быть было не случайным как раз и когда люди уже говорят но это уже не в какие ворота но все уже предел достигнут и тогда конечно вот этим что называется моральные батареи коллективного действия начинают заряжаться просто уже недостаточно фейсбука или там социальных сетей то что уже хочется выйти куда-то потому что беспокойство нарастает такой силы и тогда начинают люди вот смотреть а правда ли а они получают еще поддержку коллектива ты тоже так думаешь тогда начинается вот ну постепенная мобилизация вот но вот это дети моральные шоки наверное можно каким-то образом предвидеть да вот из-за чего и как но я пока вот для этого нужна еще сильная концептуализация чтобы можно было что-то получить то померить что-то понять я пока еще у нас социологии но нет может быть что-то близкое уже похоже какой момент и и можно лет момент как-то идентифицировать моральный шок переходит моральную панику когда же бы психоз охватывает общество я просто сейчас чуть по утихла вот где-то год назад глядя например на соединенные штаты с этим вопросом русского вмешательства на каждом шагу и там уже явно это зашкалило откуда это почему не очень понятно явно не только потому что это раскручивается политических целей ну про соединенные штаты там есть культура протестов они знают как это делать они 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 легче конечно на подъем ну я думаю что вы знаете в случае например соединенных штат если вообще глобального так мыслить мои подозрения здесь заключается в том что именно внутренний раскол общества но грубо говоря на два лагеря там же как бы вот такая поляризация произошла именно сработал вот это то что называется в разных охоты на видим или поиск козла отпущений поэтому чтобы нации как бы немножко вот на уровне даже вот настроение сплотиться конечно русская угроза здесь прямо в строку попала потому что и на самом деле она очень приятно потому что вот еще собственно а мы тут да у нас есть проблемы но мы все таки да вот тут вот это конечно действительно она переда вот хотя я против таких концептуализации наверное такой есть ведущий социолог рэндон коллинз он все время пишет об эмоциональной энергии которая зарождается вот постепенно до отдельных действий от группы передается и заряжает энергии на какие-то действия и здесь вот когда вот это наблюдаешь действительно в это поверишь хотя конечно люди довольно осмысленно к этому всего подходе да конечно вот я думаю что тогда вот общество то у них и не раскололась ну во первых там стабильно действующие институты конечно не во всем но по крайней мере люди знают что делать если они чем-то недовольны они в принципе знают кому обратиться но в отличие например от российского общества вот я даже со своей стороны хотя представляю как может работать гражданское общество но я не знаю что делать я действительно не знаю куда пойти как они практически то ли не выстроены то ли они там заснули эти институты то ли они они возрождаются просыпаются иногда потом опять то есть вот мне кажется нам еще нужно выстроить вот эти вот идеалы потому что мне кажется нас нет никаких идеалов и так далее вот мои такие соображения значит я подумал тут есть эти оборотная сторона в этой медали мы справедливо сейчас говорим обращаем внимание на эмоциональное состояние тех кто находится на грани участия в массовых выступлениях либо уже участвует что происходит с теми и каково эмоциональное состояние тех кто как по другую сторону баррикад скажем не те кто выходит в желтых жилетах на или сельские поля те кто сидит или сельском дворце не те кто выходил выходит на манежную площадь а те кто находится за кремлевской стеной или не те кто был восемьдесят девятом году на площади тянь альмания то кто находился за стенами джунан хая эти люди лидеры политические лидеры элита они пребывают в том же эмоциональном состоянии может быть со знаком минус но тем не менее что и те кто на площади или это какая-то совершенно другая модальность я думаю здесь много интересного но собственно если мы будем смотреть какие-то источники исторические тексты скажем для периода перестройки но взять хотя бы там дневники черняева не очень много рассказывать именно о эмоциональном состоянии горбачева его ближайшего окружения поэтому вот когда мы об этих вещах говорим наверное нужно учитывать то в каком состоянии пребывают обе стороны потому что говорила в александр я вспомнил мой хороший друг и тщательно журналист репортер юра васильев который очень много ездит по россии он очень любит на практике как бы им познанную метафору демократия on demand по требованию и поп-ап гражданское общество всплывающее действительно если посмотреть на нашу практику вот вы говорите институт ну понятно что у нас есть это вообще института не наш конек никогда не был сейчас не стал но тем менее общество каким-то образом живое она реагирует и она реагирует на конкретные случаи происходит какая-то очевидная несправедливость там не знаю кого-то посадили или кого-то уволили и вдруг возникает вот это вот как бы развитое гражданское общество проблема решается играют и гражданское общество исчезает и все до следующего случая если он наступит уже ничего нет может это и есть та модель которая вот в нашем фрагментированном мире то и будет а то мы все привыкли значит по учебник не могу вам точно сказать действительно ли этой модель все-таки мне кажется общество так где социальные институты потому что социальные институты это такие дорожки которые точно работают ну по крайней мере какой-то эффективность дает это это что называется at hand да то есть ты знаешь как здесь поступить поэтому пока они не выстроится конечно ничего не получится и социальные движения не поднимутся которые могли хоть как-то но если не поменять социальный порядок но по крайней мере как-то его оспорить создать здоровую конкуренцию побудить власть отчитываться перед нами со всей ответственностью мне кажется все таки институты это важнейшая вещь они должны быть выстроены другое дело что они должны быть гибкими конечно чутко реагировать на изменения и отвечать на вызовы скажем так среды да то есть вот сейчас например у остров стоит проблема экологии да то есть это же вообще мы все собственно говоря это наше общее дело да то есть вот институты тоже в этом смысле должны политические в том числе быть созданы потому что как бы нам это создать как выстроить как породить скажем так какие-то дисциплины какой-то порядок действий чтобы мы заботились например об этой экологии да то есть и так просто не получится то есть мне кажется неуверенно что такая модель вообще возможно мне кажется эта модель как раз вот такую аномии что называется хаоса будет очень долго вы знаете это находиться в состоянии долго такой неопределенности общество не может и как раз здесь существует такая опасность она начнет как раз мобилизоваться в сторону некой авторитарности потому что это удобнее и мы делегируем власть наконец-то наведите порядок да и мы все мы согласны мы сейчас всех значит всех призов призовем к порядку и это гораздо проще да но если мы будем поддерживать эту неопределенность и и так сказать холить или леять или воспевать не знаю возможно но конечно гражданское общество это некий конструкт но на мой взгляд значит если мы принимаем этот конструкт здесь есть резон в том чтобы в гражданском обществе видеть не состояние процесса понятно конечно что должны быть инициативы они должны возникать конечно я согласна но все-таки все-таки у всех должна быть ясности и четкость каких-то правил мне кажется когда есть общие правила я не имею ввиду что какие-то вот такие императивы что ли да ну какие-то общие правила какая-то общая ориентация тогда возможно мы избежим как раз вот этой иррациональности да вот иррациональности реакции на события и так далее когда есть хоть как да мы можем поменять эти правила но с другой стороны и тогда вот этих меньше будет вот этих вот иррациональных солидарности когда пойдем уже наконец этому начальнику в моем районе недавно был случай мы сейчас вот ножику напали просто жители дома в конце концов текут перекрытия мы сейчас вам устроим просто пошли до прям буквально уже за грудки хватать потому что ну невозможно работал сработало отчасти да сработало потому что есть возмущение да но на микро уровне у вас активе актив оказался активировано гражданское общество всегда ли она функционирует так хорошо бы было чтобы это было все-таки систематически как бы без мордобоя правильно но мне кажется все таки это не тот самый способ значит как можно потому что на самом деле толпы если они будут собираться вот так иррационально реагировать или сообщество например который будет какие-то радикальные позиции проповедовать но это мне кажется опасно нет я не это как раз имела ввиду я имела ввиду что сами правила тоже вопрос определения вопрос определения и если например но вы понимаете что сейчас уже нельзя быть тут просто мужчинами или просто женщины потому что рынок труда он неприемлемый понимаете вот хотя мы стараемся так вот женщины там детский сад а мужчины там на водить поезда но все-таки уже как бы разделение труда таково что в равной мере все участвуют поэтому уже уже не важно кто это женщина или мужчины в принципе правила изменились на вот общее правило что ты например должен хорошо выполнять свои обязанности данные даже если ты женщина пилот замечательные самолеты кстати очень мало пилотов женщин дата должна хорошо летать все да поэтому я думаю что правило здесь могут приопределять но когда их нет тоже вот эти вот моменты они ну на мой взгляд опасны потому что если есть замечательные работы в социологии сейчас 5 вышла книжка о фашизме об истоках фашизма на самом деле вот если это очень долгий разговор как это все но когда действительно общество делает выбор в сторону вот такой консервации да в сторону силы порядка милитаризации то конечно это ужасно опасно вот особенно политика изоляции например на мой взгляд она всегда ведет по рождению таких движений когда все население выбирает политику силы изоляции то и агрессивную такую довольно я слишком хватнула но тем не менее мне кажется в этом есть нечто какая-то осознанная линия вот раньше всегда когда речь шла каких-то мощных социальных движениях обязательно появлялся слова идеология а сейчас где они вообще учение все сильно даем может она верно ну слушайте в 70-е годы франсуа леотар поставил вот то что называется царь диагноз диагноз нашего времени конец больших нарративов конец идеологий это не значит что сейчас идеологии не востребована но скажем так они востребованы более узкими более консолидированными группами как мне представляется в текущих обстоятельствах увлечь действительно широкие массы идеологии если только она не основана на каких-то совсем простых и националистических на такой на простой националистической закваски достаточно достаточно сложно если вот говорить именно массовых движениях я конечно это не означает что нам надо сбрасывать со счетов идеологический фактор но тем не менее современное общество она становится все более дифференцированным все более сложным по своему составу его разные части разные группы они формируют свою собственную идентичность охватить столь разнообразные структуры какой-то одной идеологической конструкции становится все более и более сложно что здесь на мой взгляд есть некое реальное изменение по сравнению скажем с первой половиной двадцатого века с эпохой борьбы великих нарративов великих идеологий вот российское общество не общество вообще россия сейчас руководствуется какими-нибудь идеология идеологии вообще имеют влияние в нашем обществе в нашем государстве согласно на недействующих институции у нас нет какой-либо одной господства государственной идеологии президент некоторое количество лет назад сказал что консерватизм знаете я думаю что если мы посмотрим внимательно это делают наши коллеги работающие вышки тщательно анализируют скажем тексты официальных выступлений скажем послание президентов федеральному собранию то они конечно они фиксируют определенные идеологические позиции их эволюцию они выявляют некие некую преемственность и четкую линию в то же время конъюнктурные колебания да действительно если скажем говорить о доминирующем нарративе последних лет нарративе президента путина власть придержащих туда это в большей степени соответствует политическому консерватизму при наличии элементов либерализма в том что касается макроэкономической политики это тем не менее сказать что это идеология фактически является социальной доминанты я не думаю это хорошо смысле не недавно и конкретно и вообще социальная доминанта идеологическое общество полезно знаете общество конечно полезные некие консолидирующие составляющие в том что касается например образа своего собственного прошлого того что является объединяющим и обеспечивает преемственность перехода от одного поколения к другому и на этой базе позволяет сформулировать образ будущего причем образ будущего он конечно может быть и но очевидно с точки зрения различных сил различного дела различные по разному идеологически нагружена но тем не менее на мой взгляд образ будущего то чего бы сейчас испытываем совершенно явный дефицит должно то этот образ будущего он должен давать простор для представителей различных политических убеждений и для консерваторов и для либералов и для представителей левых идей это некая идеальная модель которую хотелось бы видеть к сожалению сейчас этого нет мы сейчас скорее имеем дело с неким вакуумом образа будущего это конечно плохо это отличить на черта россии нет не только в россии безусловно своя специфика но дефицит образа будущего это конечно и проблема европейского союза этой проблемы запада в целом но об этом пишут пишет тот же крастью например как с образом будущем фиксируется социологами запрос на него не встречала таких таких ну вот серьезных работ по крайней мере по вырубку ну конечно людям нужны какие-то смыслы ради которых стоит жить безусловно но я думаю если уж совсем помечтать о чем говорят социологи ну например мои коллеги которые хотели бы для россии там допустим лучшего будущего и думают как ну конечно нужно учитывать вот эту нашу сложность или там перефразирую известного философа цветущую сложность регионов вот если действительно поднимать регионы учитывать их положение геополитических культурные различия то наверное россии как федерация вот этих вот разных замечательных регионов она возможно то есть каждый как который делает вклад солидарность но мне кажется я я даже не знаю что на это ответить я думаю что социология всегда она всегда в кризисе потому что все меняется она пытается ответить объяснить но я здесь согласна с дмитрием валерьевичем что образ будущее очень сильно зависит от памяти до коллективной памяти потому что она вырабатывается на повестку сегодняшнего дня и конечно люди мечтают о том как бы они хотели жить в какой стране чтобы они хотели я думаю что но это мои такие размышления россии сегодняшнего дня что сейчас действительно в каком-то смысле россия где-то отстает в экономическом там культурном плане да вот от либеральных стран например запада но с другой стороны мы как бы в каких-то отношениях впереди планеты все потому что мы очень сильно индивидуализированы сейчас то есть у нас как бы вот такой пишешь мы соскучились по частному интересу частной сфере частному хозяйству который у нас не было и поэтому каждый сейчас действительно выстраивает какую-то индивидуализирующую довольно линию поведения если существуют вот эти коллективные какие-то представления то они опять вот крутится мне кажется вокруг вот этих вот ну всем известных таких банальных образов что россия всегда была сильной державой там крым всегда был российским я слышу эти постоянные как бы людям хочется гордиться да вот именно свои страны очень хочется кстати это у каждого если спросить тут все равно копнешь надежду хочется быть жить достойной стране и не стыдится да вот когда выезжаешь там за границу да вот и мы так далее вот наверное на на этих основаниях вот если действительно взращивать человеческое достоинство нашей стране это значит взращивать его благополучие значит развивать регионы и так далее чтобы не было всяких коллапсов я не знаю каких-то тогда и возможно появится образ будущего это же я думаю что действительно он такой разнообразный сложный мир но с другой стороны есть еще ведь сила глобализации интернета например и общество потребления вы знаете на этом здесь тоже можно найти какие-то основания для будущего мы с этим никак поспорить не можем и вот именно где-то вот на пересечении этих всех мощнейших процессов социальных возможно и появится такое представление о будущем но я думаю что все-таки государства должны как-то работать тоже исполнительная власть над образом будущего тоже как-то должна работать я связи с этим хотел бы на двух моментах остановиться но начать с образов будущего но вообще говоря это некотором смысле проектная социально-конструктивистская работа она конечно осложнена на глобальном уровне опять же вот этой самой ситуации между власти тем что контуры глобального перехода трансформации мир системы они не очень ясны и в этих условиях конечно намного сложнее пытаться что-либо внятное сформулировать в том что касается образа будущего как конкретного государства но тем не менее тем не менее это проектная работа это то чем должны заниматься и политические и интеллектуальные элиты если они этим не занимаются уходят от этого это выражается даже в том что нет какого-то реального долгосрочного планирования очень короткий горизонт и политического и экономического планирования значит у этого государства есть реальные проблемы второй сюжет который ольга александр затронула это региональное измерение вообще говоря вот да есть 2 современной россии в частности серьезные проблемы связанные социальным неравенством с его усилением есть очень серьезная проблема связанная с региональным неравенством которые тоже усиливается и кстати вот один из аспектов формирования позитивного образа будущего это определение пути и преодоления регионального неравенства которые вообще говоря является вопиющим я вот прошлой неделе провел в бурятии где довольно непростая ситуация сложилась после выборов 8 после выборов 8 сентября самой стороны там вроде бы есть явные аналогии с московской ситуации но в сущности это очень поверхностные аналогии если посмотреть подоплеку о тех выступлений которые мест имеют место там то там конечно это и глубоко депрессивное положение местной экономики и способность а в данном в данном случае очевидная неспособность достичь взаимопонимание некого консенсуса между элитами региональными элитами так что россия вообще говоря очень разная если всерьез заниматься ее построением ее образа будущего там надо серьезно смотреть что происходит не только в центре здесь в москве но и в регионах особенно вот таких социально уязвимых депрессивных регионах но если сочетать то что вы говорите что образ будущего требует и образа прошлого а при этом действительно очевидное региональное многообразие то вот с образом прошлого то еще сложнее получается уж прошлое у наших регионов ну скажем так видится по-разному татарстан чечня бурятия и я не знаю владимирская область наверно несколько иначе представляют прошлое и действительно задача даже не знаю какой сложности вот это интегральное прошлое создать в россии я вот недавно пару недель назад впервые в жизни побывал в калининграде и надо сказать что на меня это произвело очень сильное впечатление это удивительное место в котором прошлого не то чтобы нет но она чужой и и и вот это чувствуется причем это вот какая-то некоторая шизофрения когда с одной стороны понятным причинам опасения на федеральном уровне в особенности что вот это вот некое прошлое там германизации который на можно там нету но что это что это может быть в принципе это это угроза поэтому как-то от этого стараются дистанцироваться а с другой стороны ходишь по улицам и где выдаешься до какой степени наоборот пытаются это прошлое втянуть в настоящее название там заведение улиц и так далее и я впервые понял насколько это большая проблема то что мне всегда казалось в учетом придумывать впрочем и ладно это другая тема очень огромная который наверно сейчас не надо начинать пожалуйста если мы пробудили у вас какой-нибудь интерес вопросы пожалуйста этих это каких простите летних событий участница я там была я знаю чего мы хотим мы хотим как вы правильно сказали благополучие для себя никаких политических потрясений никаких этих мы просто хотим контролировать бюджет не хотим бесконечного перекладывания плитки и так далее и тому подобное поэтому говорить о том что мы там к чему-то призываем абсолютно стоим мирно и я ну хотела бы чтобы вы как социолог хотя бы раз пришли со стороны постояли посмотрели как мы там мирно стоим и ничего в общем то не делаем только говорим о том что ну не суть я а социологии как таково вот вы сказали что вы в соцсетях ну youtube ну и так далее я не знаю как их назвать правильно я несмотря на свой возраст я там бываю не то чтобы я там сижу ну я бываю вот было выступление президента годовой я даже не знаю как он называется что я его не смотрю ни по телевизору не это но услышал о том что вот социологическое это там 80 тысяч дизлайков и 20 тысяч лайков вот это и есть истинные отношения к президенту нашей страны я зашла и специально это посмотрела поэтому я об этом знаю это первый вопрос второй вопрос вот последний у нас был тимати знаете такой тимати и гуф за какое-то время они набрали 1 и 4 миллиона дизлайков я лайков я не знаю них там были или нет это разве не социология это разве не отношения почему вы пренебрегаете этими социальными сетями говорить о том что там какие-то своими между собой чеки это они между собой чеки там а там как сказать истинное отношение к нашей политике к москве и собянину в частности по тимати и гуфу и по выступлению президента годовому когда 20 тысяч лайков и 80 дизлайков это и вот я я почему этому верю потому что я вот среди своих но москвичей так сказать на воздух то я вообще не слышу хороших слов не в сторону собянина не в сторону нашего президента поэтому я верю что 2080 откуда берутся эти цифры о том что 80 за президента 20 мы отщепенцы вот мне интересно вот это спасибо большое но просто я не не говорила не никаких призывах вы знаете действительно я как раз и пыталась сказать что настроение есть против огромное другое дело что не факт что состоятся какие-то масштабные коллективные действия хотя и они тоже вот были и конечно это большой показатель действительно есть отношение это но это вот еще раз говорю на на уровне настроения а то что я говорила про какие замеры там просто показали показали опросы вы понимаете что социологические опросы делается на определенной выборке и там было показано что больше половины людей против действительно выступ в действительно недовольны они готовы протестовать но понимаете я говорил о том чтобы состоялась коллективное действие мощные протесты и соответственно возможно возникли какие-то движения какие-то более организованные до противодействия для этого нужно очень много обстоятельств чтобы чтобы сошлось а так вы конечно правы до недовольство фиксируется больше половины вот на выборке это было зафиксировано ну вот левадоцентр последний последние да а ну понимаете как я сейчас не могу так сказать вдаваться в подробности именно в технику социологических исследований тем более что я в основном преподаватель я очень мало делаю вот например практически тем более количестве вы понимаете эмоциями еще занимаюсь последнее время нету количественных но я уверена что и количественные исследуют левада центр они показывают это что настроение настроение и довольство растет растет действительно действительно люди мне очень нравится что сейчас претестуют против вот этой политики двоемыслия которые в советское время сложилось да то есть говорим одно делаем совершенно другое многие в одном месте голова в другом да она наблюдается но тем не менее сейчас более осознанно начинают люди выступать именно против этого согласна поэтому эти ролики вызвали вызвали столько возмущения и опять же с вами абсолютно согласна что эти протесты летние были абсолютно цивилизованными на мой взгляд то есть это действительно вот то что дмитрий валерь очень серьезную тему затронул что действительно непонятно как власть это точно воспринимает какое у нее состояние ну по-видимому не определенное потому что они сами не знают возможности добавлю к вашему вопросу на таких парам методологических комментариев ну первое это насколько репрезентативно вот то онлайн сообщество которое 80000 лайков ставит а дизлайков ставят власти и 20000 лайков насколько она соответствует тому что есть в оффлайне это первый вопрос а второй вопрос надо риторические вопросы мне требует ответ 2 2 риторический вопрос это насколько те кто из 80 тысяч эти дизлайки ставят насколько они готовы к активным действием в оффлайне на мой взгляд это вот то чем имеет смысл заниматься практической с собой у меня следующий такой вопрос я где-то наверное ваш ровесник я прекрасно помню 89 год и мы были молодые мы выходили на улицу ничего не боялись что нас посадят в тюрьму на 3 5 10 15 25 лет до мы достаточно были смелые и тогда мы я говорю слово мы это поколение которое было тогда после советского союза да мы думали что мы пойдем по европейскому пути то есть жизнь будет прекрасно так и прекрасно я вам говорю такая же как германии такая же как во франции то что мы докатимся до такого состояния в котором находимся мы сейчас наше поколение и поколение старшее поколение младшее ну для всех тогда это был страшный сон это был страшный сон это было мягко сказано на сегодняшний день вот вы три достаточно грамотных профессиональных человек я сам имею экономическое финансовое в общем ни одно было образование у вас вы можете что-то сказать вот какие перспективы то есть отток денег из россии происходит колоссальной инвестиции в россии практическую нет без китайских инвестиций мы что-то сможем сделать или опять это будет китайские инвестиции давление опять средняя азия иных стран на нашу внутреннюю политику на наши ресурсы как вот в этом вопросе вы рассматриваете ну обращение к вам втроем сразу конечно вы извините что так получается мне кажется что мы все втроем здесь не очень сильны в вопросе инвестиций да я честно говоря не очень готов обсуждать вопросы об инвестициях тем более хотя вообще если мы уйдем в частности будем говорить о китайских инвестициях это достаточно сложная вещь скажем по сравнению вот на постсоветском пространстве совсем не россия лидеры или лидеры даже в абсолютном выражении по количеству прямых инвестиции из китая лидером является казахстан но они расплачиваются за это в некотором смысле и уже не раз были серьезные антикитайские выступления в городах казахстана если так сказать генерализировать я конечно мне кажется не фёдор александрович не ольга александровна здесь не будут пытаться формулировать какую-то программу изменений но скажем вот если использовать термин солженицына некие посильные соображения но например все таки что очень важно среднесрочной перспективе перспективе никого перехода который очевидно которым очевидно находимся и которые рубежом которого может стать 2024 года может и не стать ну во первых это способность политической системы сохранять устойчивость в условиях усиления социальной политической напряженности так чтобы не сорваться в какое-то катастрофическое состояние которое в конечном счете приведет к катастрофическим последствиям для общества это одна сторона вторая сторона это реальная проблема которая есть сейчас это качество политической элиты нынешние и окукливание это закрытие почти полное социальных лифтов засорение каналов вертикальной мобильности и значит проблемы с обновлением этой элиты то о чем я говорил уже рост неравенства между социальными группами рост неравенства между регионами очень серьезные проблемы и нам и власти и обществу нужно думать тем как их решать экономическая политика я не говорю об инвестициях но действительно неспособность уже многолетняя неспособность на уровне экономической политики к прорыву к чему-то большему чем поддержание равновесие вот на фоне того что и китай и индии даже соединенные штаты при трэмпе развиваются намного быстрыми темпами это в конечно счете означает стагнацию и все-таки то о чем я говорил образ будущего и образ поправочек прошлого это вещи очень важная для скажем так и для сохранения социальной стабильности для поддержания здоровья социального организма это вот такими крупными мазками евгений валяев народ дипломатия вы говорили сегодня что образ будущего не только у россия с этим проблема но и у западного общества в целом и здесь как видимо есть логическое продолжение того что у востока с этим дела обстоят получше особенно если мы говорим об исламском мире а китае и нет ли в связи с этим проблемы для россии потому что у нас федерация и у нас есть регион исламские которых которые наверное с образом будущего таких проблем нету как у регионов которые все-таки чувствуют себя частью западного мира и как мы будем преодолевать эту разницу например там если завтра чечня при слабом центре первомосковском захочет чтобы ну и в общем ее образ будущего будет очень сильно разница с москвой так скажу я почему вы полагаете что у мусульманских регионов нет проблем с образом будущем мы помыть вы не говорили это уже как бы сделали вывод так нет но это при условии если некие государства где большинство населения исповедует ислам находят ответ на вопрос об образе будущего в исламской теологии ну скажем свое время такой страной был их ирана с торжествой исламской революции с торжеством исламской революции но сейчас на современной стадии развития так сказать принадлежность к исламу его шиитской ветви в данном случае она совершенно не снимает вопросов о том каким мы должен быть проект будущего этой страны и кстати в том же иране политические элиты далеко не консолидированы и в общем то и ответы которые предлагаются они не совсем одинаковые там есть существенное различие мнение позиции о том каким каким должен быть будущее этой же страны так что здесь вот такое жесткое противопоставление по конфессиональному принципу может быть неверно но в принципе вы правильно уловили проблему связанную с тем это что россия это сложное многосоставное многоконфессиональное общество где конечно и образы будущего образа прошлого могут и фактически различаются это да вопрос в том чтобы в таких сложных обществах находить механизм общая обратной связи чтобы различные группы начинали слушать и слышать друг друга вести конструктивный диалог и находить и пытаться находить какие-то точки соприкосновения это уже на этой базе вырабатывать конструктивный подход к образу будущего тут можно только согласиться я просто такую метафору из американской социологии вам проведут есть такая замечательная профессорша американская арли хокшильд который занимается эмоциями она последнюю книжку написала о том как раз почему трамп победил и почему так сказать вот так произошло для некоторых американцев это было неожиданностью она говорит что действительно нужно слышать друг друга потому что вот чтобы результат был неожиданно находить диалог и она говорит что мы выстроили между между нами стены эмпатии то есть мы не слышим друг друга мы не хотим понять что происходит но это такой вот вы знаете многие американцы пишут сейчас на политике сочувствия да то есть именно встать на позицию другого потому что мир настолько уже сложен что конфессиональные различия уже чем-то не самым главным считаются но вы действительно еще один болезненный вопрос затронули потому что многие вопросы прошлого не решены и вполне возможно что и на границе да вот этих вот регионов могут быть еще большие проблемы потому что если действительно экономически мы не сможем справиться да то есть с какими-то ситуациями то есть когда действительно возникли дефицит ресурсов то чтобы покупать лояльность этих регионов тогда у нас возможно опять разгорятся на границах эти политические споры возможно столкновение я например этого не исключаю это действительно очень серьезный вопрос еще до ольга я ваш коллега выпускник соцфака 90-го года вы тут достаточно однозначно заявляла о стирании гендерных границ на рынке труда поэтому исходя из этого у меня два вам коротких вопросов вы в курсе что дамам у нас на производстве нельзя поднимать по закону свыше 20 килограмм да и второй вопрос вот исходя из стирании границ вам перспектива чтобы вашим нашим дамам разрешали по полтиннику на плечах таскать нравится или как спасибо неожиданно да но вопрос на самом деле очень важные принципиальные здесь можно до утра говорить об этом но вы знаете я думаю что этот процесс не остановить что если появятся такие дамы которые с этим справиться и они будут хотеть так работать или будут вынуждены они будут это таскать вы понимаете что нету действительно сейчас такого потому что если будет пустота а ним заполнится тем кто сможет понимаете очень хорошо другое дело что конечно вот запад сейчас который искушен уже в этих феминистские движения очень часто формулируют эти все вещи кстати в образе будущего они уже отошли от радикальные многие позиции что нужно абсолютное равенство во всем да то есть понятно что биологические различия тоже есть они говорят что нужна кооперация да то есть которая бы дала лучший результат то есть когда действительно поль как бы вот патриархатные режимы пользуюсь просто тем что человек мужчина он пользуется тем что ему выгони и так далее чтобы этого если этого неба а именно использовать там мужчин и женщин там где они лучше соответствуют своей позиции вот например такой образ будущего именно в кооперации учитывая биологические различия между мужчинами и женщинами так далее исходя из вашей логики вы хотите повторить ситуации конца сороковых годов войну вы имеете вы знаете повторить конечно не хочу быть не может но вполне возможно нам придется если такая ситуация произойдет вы знаете в ситуации как бы действительно дефицита ресурсов мы понимаем что победит кто сильнее и поэтому ничего с этим не поделаешь пусть на интеллект будет поднимать все вы знаете да но это тоже мечта что будут автоматизированные производства на самом деле это как-то почему-то не происходит но мне кажется если мы будем думать над этими вопросами то конечно может и вырубит выработаем гибкую довольно позицию повторять конечно этого не хочу молодым ни в сколько этого не желаю безусловно так давайте еще один вопрос и будем уже сворачиваться говорили сегодня много про восемьдесят девятый год про 90-е годы и там я конечно это время не мог увидеть собственными глазами но такое впечатление создается что все-таки но такие работы как уже упомянутые фрэнсис фукуяма появлялись были были такие настроения что либеральный демократить демократический порядок это вот какой-то идеал которым пришли и который вот при котором все будут процветать и даже те кто раньше не подчинялся этому порядку тоже к нему приходят и мир всеобщего богоденствия настоящий период времени все больше звучат такие настроения что этот порядок находится в определенном кризисе и на этом фоне все больше всяких стальных демонстрации в разных странах локомотивов этого либерально-демократического порядка и в сша и во франции уже упомянуты протесты желтых жилетов и на этом фоне уже президент макрон говорит о том что капитализм находится в кризисе и в связи с этим такой вопрос вот в связи с распространением таких глобальных информационных технологий может ли быть такое что вот эти противственные движения из масштабов одной страны выйдут на глобальный масштаб и мы сможем наблюдать какие-то глобальные системы образующие изменения мирового порядка ну отчасти транснационализация протестов происходит собственно выступление желтых жилетов были зафиксированы не только во франции но и бельгии в некоторых других странах другое дело если вы хотите сказать что зарядиться некое движение которое почва и условия для которого для распространения которого возникнут сразу в большинстве ведущих стран мира на всех континентах я не вижу этого потому что на мой взгляд скорее процессы с одной стороны у них есть некая общность другой стороны их динамика разная направленная я бы не не говорил сейчас о возникновении такой степени единства мир системы когда вот такого рода социальные действия могут действительно принять транснациональный характер и стать для нее новым потрясением может быть именно потому что начиная с момента с потрясений 89 года мир система находится в стадии некой кризисной трансформации которая пока не завершилась но на уровне национальных государств на уровне каких-то региональных блоков говорить о единстве по моему раму единстве процессов к и к и условия при которых вот могло произойти то о чем вы говорить ну что ж я хотел бы закончить реакции вот на то что вы сказали ваше выступление создало мне эффект дежавю следующего рода в шестнадцатом году мая где-то очень весной меня попросили по skype принять участие в конференции конференции такого же рода кстати говоря мероприятие в лондоне который проводил тот кого нельзя называть значит организация открытая россия решили устроить в лондоне дискуссию о брэкзите и публика там была в основном так сказать российская русская диаспора живущий в лондоне но мы понимаем что это люди скажем так не последние и вот на сцене сидели два достойнейших британских джентльмена бывший министр многократные чего только не было иностранных дел и обороны сэр джереми рифкин и бывший посол в россии тоже очень такой рафинированный интеллектуал сэр родри клайн и они в присущие ведущий был не помню кто-то из какой-то профессор они обсуждали брэкзит значит я меня зачем они привлекли меня непонятно они спрашивали как в россии относятся брэкзита к россии тогда проект практически никак не относились что я ему сказал вот ну и моя функция закончилась но когда они надо сказать оба джентльмена они были скажем так озабочены не то чтобы они были в панике но они были озабочены были вот как-то все непонятно какие-то не очень хорошие предчувствия хотя мы все-таки рассчитываем вот в рациональность значит потом были вопросы и и зала стала дама наша соотечественница очень так авантажного вида хорошо одетая который сказал буквально следующее я не о чем вы тут все говорите какой брэкзит вы что я в жизни не встречала в жизни человека который бы мог проголосовать за брэкзит это вообще это бессмысленное мероприятие о чем вы говорите значит нас конечно с рифкин очень хорошо ответил так элегантно стал мадам попробуйте выйти за границы района кенсингтон может быть вы услышали что не другое я просто потому что все мы варимся в каком своем кругу он иногда больше иногда меньше и в результате нам кажется что вот в этом кругу собственно все одинаково думают а значит все так думаю боюсь что это не совсем так я не социолог но вот социологи утверждают что как это говорят у них брэкзит и jump to conclusions не нужно то что все сложнее спасибо большое приходите через месяц и